Готово Да ведь это же тот, тот самый, его высочество наследный принц. Принц Сен-Лэд. Но ведь говорили, что он пропал без вести. Как же так? И откуда этот меч? Его прям пронзило? Какой ужин. С дороги! Ну же! Усторонитесь! Мне нужно проехать, я тороплюсь! Спасите меня. Погодите! Кажется, он что-то говорит. Спасите меня. Он говорит, спасите меня. Спаси его? Но как? Наверное, он хочет, чтобы мы достали меч из его тела. Нет, 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 нет. Почему это? Да как же можно? Ты что, не слышал? Сен-Лэд потерпела поражение. А почему? Да потому что там возникло какое-то поветрие риков. А откуда взялось поветрие? Из-за духа поветрия, который есть. Двух поветрия? В самом деле? Давайте все же сообщим властям. Но ведь этот наследный принц вознесся как божество. Какой толк от наших властей? И что же будем делать? Может, все-таки поможем? Да, да. Еще раз, еще раз. Здесь как-то нехорошо и некрасиво. Зато же будешь. Он ведь лежит? Вот и пусть себе лежит. А мы пойдем по своим делам. Да что с ним? Нехорошо, нехорошо. С ним правда ничего не случится? Если его так оставить? Может, нальем ему стакан воды? Лучше не надо. А вдруг он и правда дух поветрия? Кто знает, что может случиться, если подойти слишком близко? Что это ты делаешь? Чего ты ждешь? Провалим. Ты мешаешь мне смотреть на небо. Небо настолько красивое? Может, покрасивее тебя. К чему так злиться? На сей раз это ведь не я вонзил в тебя меч. Не я бросил тебя здесь. Все это ты сотворил сам. И не важно, добился ли ты желаемого, нельзя же винить во всем меня. Что ты хотел доказать, впустую проведя здесь целый день? Или ты убеждаешь в чем-то себя самого? Не твое собачье дело. Ах, глупое дитя. Думаешь, кто-то придет вынуть из тебя этот меч? Я знаю, что никто не поможет, но это не твое собачье дело. Но зачем тогда ты проделал себе дыру? Валяешься здесь. Назло кому ты это делаешь? Сейчас ведь никто не проникнется к тебе заботой. Мне просто нравится. Но это не твое собачье дело. Как ты поступишь, если кто-нибудь поможет тебе? И как ты поступишь, если никто не поможет? Откуда столько бесполезной болтовни? Меня сейчас стошнит. Какое твое дело? Какое твое собачье дело? Глупое дитя. Ладно. Все равно остался только день. Не страшно, если ты проведешь его в бесполезных метаниях. Не забывай, завтра после захода солнца, если ты не выпустишь на свободу поветрия ликов, проклятие перекинется на тебя самого. Ну же! Стой, стой! А тебе слабо тыкнуть его палкой? Ой, шевельнулся. Давай кинем в него что-нибудь. Что же вы делаете? А ну не трогайте его и не подходите к нему. А ну быстро домой! Мы больше не будем. Пойдем уже. Лады бы ему. Чего удумал? Ой, промокнет все. Убирай скорее. Солнце скоро сядет. Ты ведь никакой не дух поветрия. Но они скорее поверят, что это правда. Когда-то ты пошел против воли небес, чтобы не спасла тем дожди. А сейчас даже стакана воды от них не можешь дождаться. Твое сердце пронзило сотни мечей. Что ж... Люди были вынуждены мать. Но сейчас я не желаю совершить настолько простое действие. Вынуть меч им кажется непосильной задачей. Я говорю, что никто тебе. Признай, он прав. Никто! 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 Правда! Никто! Ни один человек! А впрочем, не страшно. Они не помогут, зато я помогу. Твою матушку! Что за ерунда? Я таким нечеловеческим трудом заработал свои кровные, чтобы купить этот рис. А теперь он весь пропал. Чем я заслужил такое несчастье? Возмещай мне деньги. Не прикидывайся мертвым, верни деньги. Ты что, помереть захотел? Я тебя спрашиваю. Да. А что же ты, черт тебя дери, не откатился в сторонку и не помер тихонько на обочине? Обязательно лечь посреди улицы и мешать людям! Помереть ты и смокойно не можешь! Совесть потерял! Чего ты так на меня смотришь? Что, услышал пару оскорблений и правда решил помереть? Лежит весь такой унылый! Думаешь, приятно посмотреть, а? Ну ладно, ладно, я был не прав, будем считать. Но я вранил тебя, потому что ты это заслужил. Кто ж просил тебя тут развлечься? И вообще, кого в этой жизни ни разу не бронили? Ладно, ладно, это просто мое невезение. Можешь не возмещать деньги за рест. Ну чего ты тут лежишь? Вон какой большой, уже не ребенок, чтобы ждать, пока родители тебя поднимут. Вставай, вставай, вставай. Шляпу потом вернешь. Вставай и скорее возвращайся домой. Что это ты делаешь? Солнце вот-вот зайдет. Подними свой меч, иначе ты знаешь, что в нее зайдет. Пошел ты к черту. Что ты сказал? Ты не расслышал? Так я повторю. Пошел ты к черту! Кем ты себя возомнил, если смеешь так разговаривать со мной? Ведь я, его высочество, наследный принц! Один человек, только один человек, правда, только один, этого достаточно. Ты обезумел? Я не обезумел, просто я вернулся! Ты позабыл, как твои родители покинули тебя? Как твой народ поступил с тобой? Как твои последователи тебя предали? Из одного человека, какого-то ничтожного прохожего, ты позабыл обо всем, что с тобой случилось? Я не забыл, но... Это не твоя собачья дева! Дрянь! Бесполезная дрянь! Ты самый настоящий мусор! Ты зашел так далеко, но еще пытаешься вернуть все назад! Дрянь! Мне безмерно отвратительно! Поэтому я ни за что не желаю становиться такой же отвратительной тварью! Ладно, все это лишь отчаянное сопротивление перед неминуемым концом. Не более! Помнишь, что я тебе говорил? Ты уже призвал души погибших! Теперь поздно! Их мощь неудержима! Как ты намерен поступить? Стоит ли оно того, подвергнуться вечному проклятию ради всех этих людей? Ты не узнаешь, как я намерен поступить, потому что к тому времени я уже разделаюсь с тобой! Ты слишком много о себе возомнил! Не победить! Не победить! Только твоя безрассудность и не умение оценить собственные силы еще в самом начале привели к такому исходу! Нет! Это не я! А? Это ты! Наслал подет реликов! Ты во всем виноват! Возможно! Если тебе непременно хочется так думать, то тебе стоит понять, что не будь ты столь самоуверенным, не пойди ты против воли небес, я бы не появился на этом свете! Мое рождение – это веление судьбы! Поменьше бы мнил о себе! Мне не нужны твои наставления, я сам научусь всему! Если ты – олицетворение веления судьбы, то такое веление следует стереть навсегда! Я с тобой заботой тебя наставлял, но ты упрямо не желаешь слушать! Наследный принц, я теряю терпение! Впрочем, разницы нет! Все равно ты уже пробудил их! Не достает лишь последнего шага! И в этом я, так уж и быть, помогу тебе! Что ты задумал? Что происходит? Мамочки, что это такое на небе? Человеческие лица? Мама! Мамочка! Недобрый знак! Твоя небесная погрузится в хаос! Вернитесь в свои дома и не выходите! Уходите домой! Уходите! Уходите же! Это опасно! Чего так нет? Все равно пути назад нет. Может лучше, как следует насладишься местью. Любуйся! Это ведь твоя прекрасная работа! Ты думаешь, я не смогу ничего придумать? Если сможешь, прошу! Всем стоять! Видите эти тучи на небе? Это озлобленные духи, что послужили причиной поветрия ликов! Вскоре разразится новая волна поветрия! Поветрия ликов? Ну почему снова? Неужели правда? Возьмите! Что? Если вы пронзите меня этим мечом, то не заразитесь поветрием ликов! Принц, ты сошел с ума! Он обезумел! Взять в меч и поткнуть его? Серьезно? Что он задумал? Он какой-то ненорман! Ты растерял остатки разума? Или тебе не хватило ощущения от сотни ударов мечом? Раскрой свои глаза и посмотри на небо! Озлобленные духи накрыли всю Юнань! Если так хочешь помочь простым людям, попавшим в беду, тебе придется стерпеть удар меча от каждого жителя Юнань! Да ты же занят, превратишься в кровавую кашу! По глупости это может сравняться лишь с твоими мольбами о дождя для этих земель! Думаешь, сможешь спасти всех? Если дня не хватит, я потрачу на это месяц! Не хватит месяца, потрачу три! Не смогу спасти десять тысяч, так спасу хотя бы тысячу! Тысячу не выйдет, так получится спасти сотню, десяток, пускай даже одного! Почему ты это делаешь?! Без причины! Потому что мне хочется! Но даже если я объясню тебе, такое ничтожество, как ты, все равно не поймет! Как ты меня назвал? Просто проткните меня мечом и все! Я не умру! Вы же сами видели за эти два дня! Но один человек может нанести лишь один удар! Я смогу вот это! Да он просто с ума сошел! Не слушай! Но у меня ребенок! Ты! Ничтожество, приведшее собственное государство к гибели! Посмел назвать ничтожеством меня?! Хорошо! Я хочу своими глазами увидеть, во что ты, упрямец, превратишь себя самому! Но какой бы исход тебя не ждал, это будет лишь твоя вина! И потом не смей плакать на взрыв! Говорить, что сожалеешь! И вновь искать моей помощи! Я... Я бы хотел, чтоб мой сын попытался! Прости, дружище! Правда, прости! Мой сын! Ничего! Тебе уже столько раз было больно! Скоро привыкнешь! Постойте! Послушайте, ведь так нельзя! Вы посмотрите, у него весь живот в крови! Неужели он в самом деле не умрет? Да не дергай ты меня, потом поговорим! Вот, погляди, погляди! Заставляешь сына протыкать мечом людей! Он от страха даже расплакался! Ты что? Поветрие ликов вот-вот обрушится на нас! Он дух поветрия! Это он наслал беду на наши головы! Но ведь это настоящее убийство! Если бы я хоть стакан воды ему протянул, может и захотел бы взять меч и попытаться... Но ведь я ему не помог! А кто из вас помог? Мне просто совесть не позволит так поступить! Дружище, верно говорить! Если бы вчера вы не остановили меня, я бы вытащил этот меч! Но почему же сейчас даже я не двигаюсь с места? А те, кто меня удерживал, кричат громче всех! Тьфу! Думаете, заслужили спасение? Быть не может! Неужели никто не подошел? Да! Неужели так и оставили его лежать на два дня? Даже не помогли подняться? Ну конечно! Языком молоть не мешки ворочать! Погодите! О чем вы засеяли спор? Сейчас проблема вовсе не в том, кто вынул бы или не вынул меч! Что? Оно идет! Оно идет! Посмотри! Мы все умрем! А что? А что? Где? Я же меч! Кто его собрал? Эй! Медите ко мне! Ты хотел, чтобы я возненавидел и жалел себя, чтобы я опустил руки? А я не стал! Никогда! Оно! 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 Стой! Что ты делаешь? Не трогай! Отдай мне меч! А! Оно! 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 Хуху-ху-ху-ху! Чего ты смеешься? Ты до сих пор не осознал? Что? Ты знаешь, кому принадлежала та душа? Погибшему на поле битвы воин? Да, и вместе с тем твоему последнему, единственному последователю на свете. Теперь и его не стало. Последователем? Что значит не стало? Его душа рассеялась навсегда. Как она могла рассеяться? Он подвергся проклятию вместо тебя. Духи, которых ты прислал, сожрали его без остатка. Похоже, его душа неотступно следовала за тобой. Праздник призраков, ночь разукрашенных фонарей, блуждающий огонек. Припоминаешь? Мразник призраков, ночь разукрашенных фонарей, блуждающий огонек. Душа умершего, который при жизни служил в твоем войске. Он погиб в бою из-за тебя. Обернулся демоном, когда тебя пронзили мечом сотню раз. А затем исчезли с лица земли, потому что ты призвал поветрие ликов. Возможно, здесь в самом деле еще остались последователи, которые поклоняются ему. Такое божество, как ты, уже достаточно смешон и жалок. А твои последователи? Тем более смешные и жалкие глупцы, каких свет не видно. Так тебе меня не победить. Сколько раз я должен повторить, чтобы ты это понял? Да что ты понимаешь? По какому праву ты смеешься над ним? Почему бы не посмеяться над тем, кто поклоняется полному неудачнику? Ты глупец, а твои последователи еще большие глупцы. Послушай, если хочешь меня одолеть, ты должен строго следовать моим наставлениям. Иначе тебе никогда не удастся победить. А теперь начнем сначала. Что это? Небесная тара? Нет. Нет. Ему тебя не одолеть. А как насчет меня? Всем привет. Добро пожаловать обратно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok . добро пожаловать, мне в общем Poe能. 첫ne data Субтитры создавал DimaTorzok Это Никита Боисеев, актер, который озвучил Дозиково Молодцы! 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 Молодцы!